Ну что ж, зрители, рубрика «Первый взгляд» продолжается Ездили мы пока только на «Короле» в первый раз Как правило, я предпочитаю делать нормальные тесты Но новый «Мурана» заставляет меня поговорить Действительно о том, что ты получаешь И это здорово Когда пробег у машины около тысячи И пахнет она прям вот новым автомобилем Это очень здорово Слава Богу, благодаря своему роду деятельности Я могу нюхать и вдыхать этот аромат нового автомобиля Многие ради этого и покупают Автомобили, чтобы получать удовольствие Ни разу не ездил Первый раз сажусь за руль Даже не знаю, что за двигатель Вообще ничего про машину не знаю В этом и фишка первого впечатления Можно тут все настроить вроде Давайте попробуем завестись Кнопочки знакомые нам По топовой ТИДе По джуку Ну, ниссановский интерьер Смотрите, четкие приборы оживают Основные соединения с ключом О, руль даже регулируется Ну, прям уже топ Регулировка электрическая Думал я, что будет рычагами Но нет Добро пожаловать в премиум По ходу дела, кстати Ну что Интересно, вариатор или автомат Не знаю Опять же, да Чем плохо делать такие обзоры Мне говорят потом Ты ничего не знаешь про машину Ты не готовился И все такое проще Действительно не готовился Да Действительно не готовился Действительно Первый раз вот За рулем Полный обзор, кстати Четыре камеры Видно очень хорошо их И действительно, кстати Вот сейчас вот Ожил у нас салон Потому что Ей по светлому И большой руль, кстати Очень много впечатлений сразу И пытаюсь Словно вот мысль идет У меня Бьет в мозг Также вам сразу же Рассказываю Что ощущаю Наконец-то, кстати Большой дисплей Здорово сделали И вообще, конечно Знать бы еще Сколько он стоит Правда, вот Очень странная система С двойным этим подлокотником Она, честно говоря Удивляет Зато сам он здоровый Ну, смотрите В полном обзоре Обязательно поговорим Все оценим Поднастроим Все на электроприводах Зеркала огромные Кстати, системы По-моему, нет тут А, есть Вот она система По-инстански сделана Предотвращение Препятствий В мертвой зоне Вот Где мы, кстати Компаньон Интересно Ну-ка Жду я своего Опера Сзади Задние виды Но он даже Не собирается Не собирается Показываться Придется разворачиваться Вот как всегда Вот, кстати Можно оценить систему Кругового обзора Ну Слава богу Наконец-то большой дисплей Раньше она просто Вот такая номинальная была А теперь Позволяет уже что-то видеть По крайней мере Так Стоит Вот большой, кстати, автомобиль Но габариты чувствуются хорошо Везде прошел Все такое А ты что не едешь Радость моя Я уехал туда Снимаю первое впечатление А ты мне телефончик Протягиваешь Я все пропустила У тебя эта фигня горит И я подумала Что мужик куриц за рулем Я такая Думаю Не, не Вася Ааа Ну и ладно Зачем Ты с ними Так езжай с ним А ты положила деньги, да? Ааа Ну сходи, Юль Сходи вон в салон Сходи Там нормальный туалет Уважаемые зрители Ну Желание девушки закон И наши первые впечатления Временно откладываются Вообще Просто великолепно Я даже не знаю Так, ну что ж Естественно Надобности справлены И можно Продолжить движение Посмотрел я, кстати В салоне Сколько стоит Сколько стоит Этот автомобиль И, честно сказать 2 800 2 800 На счастье, как видим И круглый обзор хорошо работает И Даже направляющая движется Ну Сделали по Самому Такому Высшему потребительскому Разряду То есть Все видно И хорошо работает Наконец-то Да, вот первые были Эти камеры Были они, конечно Недостаточная способность Разрешающая И вообще было Не так удобно Хотя заявлялось Что да Мол Мы вам поможем Теперь Эта функция Действительно хорошо работает Ну что, поехали Загляну на сколько Там под капотом 248 сил То есть 250 И думаю Для этого универсала Вполне хватит Это оптимальная мощность Конечно Всегда хочешь Наверное Побольше чего-то Но Не столько Сколько ты хочешь платить Потому что Ясно При каждом Превышении Отметки 250 Начинает Тикать счетчик Наше государство Тут же желает Тебя Обанкротить Ну ладно Понеслись Крупный кроссовер Действительно Размеры его Серьезные То есть я прям чувствую Как Широк он И Наверное Мне кажется Похож на Pathfinder Наверное Я думаю так Еще пока не ездил Но обязательно Скоро знакомлюсь С данной моделью Но Муран нам интересен Только-только он Стартовал Поэтому Думаю Особенно будет Это Полезно Для всех нас Ощутить Вот эти вот Первые впечатления Вступим Вот газельки Перегруженной И поедем Вынужден я ждать Opel Пока он доедет У него кстати Сегодня случилась Неприятность Что-то Запеннанасосом Я так понимаю Потерял машину тягу И решил не ехать Ну видимо Докатался С прицепом Но потом После перезапуска Все восстановилось Думаю Что скоро Придется менять Топливный насос Ну да ладно Средоточимся На управлении Мурана Я сейчас пытаюсь Пока с вами На развлеченную тему Беседую Средоточиться Именно на том Каковы ощущения От управления И настроить под себя Чтобы мне было удобно Повыше Пониже Максимально низко Сажусь всегда Чтобы чувствовать Дорогу Чтобы чувствовать Автомобиль Потому что люблю придавить А высокая посадка Она не способствует Взаимопониманию И здесь действительно Вот ты В таком вот Американском стиле Находишься Да видно Потому что Ножник тут есть Так что Машина адаптирована Я думаю С того рынка Под Наши российские нужды Действительно Здесь Роколы Большие Мне нравятся Все в них Помещается Позже Мы узнаем Что здесь За двигатель Пока Знаешь Мощность Но Тянет он Весело И задорно Даже И не знаю Какая здесь Коробка Кстати Может Вариатор Может Автомат Вот Попробуй Поворачиваем Интересно Кажется Подвеска Чуть жестковата Нужно проверить Шины Но Зато Явно Может Позволять Ездить По неровностям Это Факт Потому что Есть Явно Задел В ней Проходим Поворот Руль Кстати Легковат Но Это Опять же Сделано В угоду Комфорта Пустым Излишне Его назвать Нельзя По первым Метрам Вроде Все В порядке Кстати Интересно Отрицательный Угол У Панели Вот Этой Вот В Частях Интересно Можно Даже Кидать Макдональдс Он Будет Наоборот Задавливаться К Стеклу И Не Вываливаться На тебя Здорово Кстати Пластик Ну Могли Кстати Сделать Не Пластиковый Здесь Хотя Алюминиевая Специальная Версия Не Знаю Не знаю Показал Думаю Кстати Есть люк Интересно Как он Открывается Это Панорамная Крыша Я так Понимаю Как ее Задействовать Не знаю Как ее Задействовать Не хочется Открываться Буду Изучать Мануал Вот видно Сколько Сколько Деталей И ты Не можешь Про них Что-то Сказать Пытаешься Хап-хать Поэтому Все Вот Эти Темы Когда Берешь Автомобиль Сразу Начинаешь Про него Беседовать Даже Не стоит Про это Говорить Это Непонятная Опция Так А как же Нам Открыть Крышечку Сос Есть Вот Open И это Панорамная Крыша Панорамная Крыша Вот такая Вот она Раздвоенная Видимо Тут есть Люк Еще Да Вот она Раздвигается То есть Это Не люк Это Такой Дыхательный Инструмент Меха Здесь Сделаны Специально Чтобы Можно было Подышать Очень Интересно Интересное Решение Ладно Задвигаем Все Встало Стартуем Педали Очень Легкие То есть Я думаю Что машина Будет Легко Управляема Любым Участником Движения Стартуем Пол Небольшая Додержка И Хопа Погнали Погнали Что Мне тут Сзади Такой Дымок Роди Я так Понимаю Что Дымок Который Сейчас Сзади Появился Это Филиконденсат Или Обгорает Все Потому Что Пробег Всего Лишь Сука Да нет 9080 Уже Много Машин Прошла Думал Тысячу На самом деле Нет Интересно Видимо Конденсат Конденсат Сейчас Еще раз Попробуем Давить Педаль В пол Очень Интересно И Будем Следить За тем Что Там Происходит Так Сейчас Будет Такая Возможность Это Сделать Поворачиваем И Вдавливаем Нет Это Был Конденсат Он Выветрился Благополучно И Теперь Все В порядке Меч Напугал Муар От пара Но Бывает Бывает Двигаемся Дальше Пытаемся Созраноточиться На управлении Пытаемся Ощутить Что Здесь Еще Интересно Удивляет Что Бардачок Вот Тоже Глубинный Куда Туда Уходит Ну Очень Низко Сделано Можно Было На самом Деле Как Тут По Другому Мне кажется Сконструировать Сделать Повыше Вот Так Прям В ноги Он Будет Падать Вот Такая Вот Такая Вот Тема Этот прибор Мне Очень Нравится Даже Вот Так Двигаем Надо Сбросить Кстати Значение Я так понимаю Что там Шестерка Суть По звуку Потому Что Она Так Приятно Так Урчаще Разгоняет Машину Это Не Просто Турбо Дуделка А Именно Такая Реальная Явно Атмосферная Двигательная Система Смотрю Опять Же Да То То Это Все Классно Если Вот Завязанным Глазами У меня В автомобиле Тоже Были Примерно Такие Же Ничего Не Знаешь Но Едешь И Говоришь Очень Очень Забавный Опыт Я так понимаю Что расходик Будет Будь Здоров Скорее Всего 23 2 Да Ест Этот Двигатель Действительно Очень Много И Это Явно Явно У нас Силиндровая Атмосфера Ну Судя По Расходу Ну Напористо Можно Двигаться Явно Явно Напористо Можно Двигаться Уверенно Из-за этого Всего И даже Непонятно Что за Трансмиссия Видим Автомат Скорее Всего Потому что Он Или все Таки Вариатор Не Вариатор Вот Вариатор Вот Угадай Да Попробуй То есть Современные Автоматы Очень хорошо Играются Гидротрансформатором И Порой Кажется Что это Даже Никакой Не Автомат И Это Начаешь Путаться То ли Вариатор То ли Вариатор Вот Сейчас Проехали Лежащий Полицейский И Да Жестковато Немного Жестковато Но Преодолели Все таки Без особых проблем Пробоев Нет Обязательно Загоню На более Серьезную Дорогу Чтобы подробно Рассказать Про ощущения Опять же Здесь Мы пытаемся Вычленить Хоть что то Хоть что то Такое Особенно Обзор Обзор Будут конечно Несколько мешать Заваленные стойки Но Они не настолько Широкие Чтобы Как то Раздражать Так Сложное место Проехали Помчались дальше Мне нравится Двигатель Он Очень весело Работает Вот таким Вот аккомпанементом Буль-буль-буль-буль Вперед Еще бы Два цилиндра И была бы Восьмерка И Еще приятнее Еще бы Прожорливее Примерно так Потому что Расходик здесь Кикдаун Там Задержка Есть Уже Почувствовал Ее И Немножко Задержка На сбросе Еще Газ То есть Автомобиль Несет Вперед Когда Газ Тоже Отпустил Зато Тормоза Очень Чуткие Мгновенно Чувствуешь Замедление С небольшим Свободным Ходом Потом Замедление Наступает В этом С тормозами Проблем Меньше Ну Как правило Тормоза У большинства Автомобилей Работают Корректно Вопрос Лишь В некоторых Нюансах Управления Ими Не более Того Меню История Так понимаю Навигация Вот Кто-то Навигацией Даже Пользовался 05-08 В Минск Кто-то Ездил Вот Это Да Меню Карта Интересно Как она Работает Ну Карта Да И Явно Она Кстати Не Равномерно Идет Видно Что Дынг 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 В этом плане Масштабчик Поменяем Ну Вот Можно было Конечно Требовать Андроида Если честно Или Опцию С Андроидом Вот Кстати Перенос Перенос С газа На тормоз Мне тоже Кажется Что Можно Педаль Тормоза Сделать Пониже Потому Что Я Цепляюсь За Педаль Тормозную Значит Слишком Низко Газ Либо Слишком Высоко Тормоз По первым Прикидкам Да То есть Больше Движения Ногой Нужно Делать Ну а так Приятно Приятно Ехать Главное Достаточно Тихо Скромно Шины Шелестят Может быть Можно было Потребовать Больше Стекления Одинарные Стекла Да Вот И Это Кстати Премиальный Образ Вполне Бо Сложился Потому что Перед нами Конечно Решение Многие Отмечали Что Есть Сходство С жуком И действительно Опять же Вот этот Козыречек Я думаю Видно Тоже Вот Такой Жук Который Стал Таким Красавцем Наверное Можно так Сказать Про Мурана Действительно Очень Забавно Симпатично Получилось Есть Подсветка Прибор На этом В начальном Доздраве Оценим Как все Подсвечивается Стабилизация Подогрев Руля Ну Все За Такую сумму Безусловно Должно быть Пускай И натуральных Материалов В отделке Не так много Даже Кстати Вентиляция Есть В креслах Молодцы Хорошо Сделали Достойно Посмотрим Что у нас Там С Wi-Fi Еще с чем То Есть SD Для Карты Авто Жмем И кстати Очень скромно Работает Вентилятор Не шумит Совсем Даже Все Максималки Мне кажется Сделать Попробуем На больших Воротах Конечно Слышно Но именно Движение Воздуха Это Отмечает То что Автомобиль Конечно Уже Тикотек Премиум Да Хотя Сейчас У нас Все Тикотек Премиум Тикотеют Очень сложно Выделять Что-то Отдельно Тут Бог поймет Сколько Полос Должна Быть Переразметка Сейчас Сделана В итоге Едем Мы Половинкой На Автобусной Полосе Половинкой Где-то Здесь Надеюсь Что сделать Нормально Без проблем Чтобы Здесь Все Происходило Там Куда Делал Сопель Чуть Не могу Понять Непонятно Вон он едет Ползет Потихонечку Вот нам Подсказывает Система Что В мертвой зоне Что-то есть Ну вот Такие Первые впечатления Есть Тяг Естественно Премиальности Да То есть Все сделано Весьма Качественно Шум Изоляция Хорошая И Управление Достойное Но Опять же Американистое Потому что Ты ощущаешь Больше комфорта Нежели драйва Хотя Звук Звук Очень хороший Такой прям Сытый Сытый звук Великолепный Вот так Это короткое Видео Я тогда Заканчиваю И уже Средоточимся На управлении В нормальном Полноценном Обзоре До новых встреч До новых встреч